Управляющие организации в Кандалакшу в последнее время растут как грибы. К действующим уже несколько лет компаниям ЖКС и ГУК в прошлом году прибавились УКСЕЕЕР, НашДом, Домовой и Феникс. Поучаствовать в переделе коммунального рынка города захотела и ГУК-2. С 1 января под крыло этой организации должны были перейти 11 домов. Но теплосеть и водоканал заключают договоры с новичками, пока опасаются. В хитросплетениях жилищно-коммунального рынка 24 января пришлось разбираться у участников еженедельных совещаний. 1 января 2013 года под управление ГУК-2 перешло 11 домов, которые ранее находились в УКЖКС. Как утверждает юрист данной организации, на общих собраниях перейти в новую компанию пожелали жители домов номер 2 и 77 по улице Первомайской, Аэронавтов 2, Набережная 147, Горького 8, Пронина 11, 13, 15, 19 и первая линия 98. Как заметила начальник отдела городского хозяйства, свое решение о легитимности голосований вынесло ГЖИ. Письмо от ГУК-2, что собрания проведены правомерно и что действительно эти дома сейчас под управлением ГУК-2. После этого вполне закономерный вопрос к новым управленцам задала председатель народной экспертизы Валентина Карпова. Заключены ли у ГУК-2 договоры на поставку воды и тепла? Выяснилось, что и водоканал, и теплосеть пока не решили вступить в договорные отношения с компанией-новичком. Мы действуем в соответствии с пунктом 9 правил СУД 24, то есть мы ждали решения ГЖИ или решения суда. Соответственно, был направлен запрос в УК ЖКС об их действиях дальнейших. УК ЖКС было устно заявлено, сегодня должно прийти письмо о том, что они продолжают обжаговать эти решения. Поэтому договор будет заключен по решению суда. На сегодняшний день должны поступить заявки на заключение договоров от этих управляющих, ну, допустим, даже от ГУК-2. И пока договор на теплоснабжение заключен не будет, квитанции будут выпускать рифт. То есть население, чтобы не получало двойных квитанций. Договоров пока там нету, их права выпуска квитанции они не имеют. Таким образом, пока платежи за тепло жильцам этих спорных домов следует оплачивать по квитанциям, которые они получают из рифта. Тем более, что в следующих платежках жители всего города увидят значительное повышение по данной коммунальной услуги. И будет логично, если все эти деньги пойдут непосредственно теплоснабжающей организации. Продолжение следует...